Это история о том, как я подсела на азиатское фэнтези. Всем привет, меня зовут Юля, и это тот самый азиатский выпуск, который я вам давно обещала, и сегодня расскажу, как в этом году я дочитала благословения небожителей и обнаружила себя не просто в рядах поклонников этой новеллы, а в рядах любителей целого направления в современной литературе. Конкретно сегодня поговорим про азиатское фэнтези, расскажу, с чего начиналась, началась и продолжается моя любовь и увлечение этим жанром, и сразу крошечный дисклеймер, который говорит о том, что я вообще не знаток и не слишком погружена именно в характеристики жанра, то есть я не буду сыпать какими-то терминами, я не буду рассказывать вам историю об авторах, я поделюсь своими эмоциями, как человек, который не имел никакого отношения ни к азиатской культуре, никогда ей не увлекался и больше того всегда говорил, ну это не мое, я, конечно, попробую, но это точно не мое и мне не понравится. Как в итоге я просто провалилась, получила вообще не то, что ожидала от истории, насколько она уникальная и почему я считаю, что всем, какие бы у вас ни были предубеждения, стоит хотя бы попробовать, хотя бы надкусить немножечко первый том, в общем, объясню свои причины любви. И, кстати, расскажу я вам сегодня не только про благословение небожителей, плюс оно сюда несколько классных историй, которые прочитала в азиатском сеттинге, в азиатском антураже, они очень разные, какие-то из них более романтичные, какие-то из них больше в сторону даже ужасов, ну, в общем, поделюсь еще небольшой сводочкой прочитанного. Так что крошечная рекламная минутка, кстати, сегодня тематическая и сразу переходим к делу. А в тему выпуска расскажу вам про очень интересную новинку, которую я сама собираюсь прочесть, и это суперпопулярная манхва, называется она «Однажды я стала принцессой». У меня в руках сейчас первый том истории, но мы можем не переживать, второй уже в предзаказе, и выйдет он совсем-совсем скоро, так что долго продолжение истории ждать не придется. И перед тем, как я обращу ваше внимание на великолепное оформление, привлекает, конечно же, и сама история. Она однозначно понравится всем, кто так же, как и я, любит истории про перерождение, про попадание в другие чужие тела. Изначально это история от Анасии, несчастной принцессы империи, и заканчивается она трагично. Героиня погибает от руки собственного отца, императора-тирана. Но она всего лишь одна из героинь легкого романа «Милая принцесса», то есть это книжная история. И вот однажды обычная девушка, прочитавшая книгу, внезапно просыпается в теле маленькой Анасии и застревает в ее истории. То есть героиня знает сюжет наперед и готова на все, чтобы избежать страшной участи. Она хочет избегать внимания, копить ценности, чтобы сбежать из дворца, но, конечно, что-то пойдет не по плану, о чем мы из истории и узнаем. У книги очень крутое эксклюзивное оформление, цветное издание на мелованной бумаге, красивая фольга с двух сторон обложки, коллекционная открытка в подарок. В общем, история для тех, кто особенно ценит прекрасную рисовку и любит сюжеты с перерождением. Все ссылочки на магазины, где можно приобрести книгу, я оставлю в описании, обязательно загляните. Вас я, конечно же, в комментариях приглашаю поделиться своими любимыми историями в азиатском сеттинге, с использованием азиатской мифологии, и неважно, китайской или японской, я все это объединяю одним большим направлением в этническом фэнтези. Вот если что-то классное знаете, обязательно мне посоветуйте, ну и к моим сегодняшним рассказам тоже присоединяйтесь. Будет очень интересно послушать, если вы, как и я, когда-то брали в руки благословения небожителей, не зная, чего ожидать от истории, а потом обнаружили себя вот просто зачитывающимся, ждущим продолжения, а я читала исключительно в бумаге, мне хотелось вот полностью наслаждаться этой историей, полностью в нее погружаться, разглядывать иллюстрации, ну в общем, получать настоящее удовольствие от прочтения. И начиная свой рассказ про благословения небожителей, я должна признаться в том, что я долго думала, как же представить этот рассказ. Изначально, конечно же, хотелось пойти по стандартной схеме, рассказать про персонажей, рассказать про сюжет, рассказать про структурную составляющую всей новеллы. Кому понравится, кому не понравится, но я поняла, что благословения небожителей, вот в моем случае, заслуживают отдельного, особенного рассказа, потому что действительно это та книга, которая заслуживает читательского внимания, и даже больше того, я назову ее уникальной. В современной литературе, вот если вы не пробовали читать, вы, скорее всего, даже не понимаете, о чем идет речь, и что вы вообще можете здесь получить, и чего ожидать. Это я сейчас и постараюсь объяснить. И заканчивая читать шестой том, я уже в голове примерно делала себе план, вернее, пыталась понять в этом плане, а почему мне так понравилось, почему у меня после прочтения шестой книги ощущение, как после великого какого-то психоанализа, вот чуть ли не перезагрузки там своих эмоций, да чуть ли не жизни в целом, потому что ощущение какого-то умиротворения, покоя, преисполненности просто, и я абсолютно не преувеличиваю, не бросаюсь словами, настолько эта эмоциональная мясорубка, происходящая в шести томах, настолько она перегружает и перерождает, перерождает, я бы даже сказала. В чем же здесь прелесть? Изначально благословение небожителей это довольно простая история, причем простая настолько, что ее можно разобрать с точки зрения архетипов, она легко разбирается. Есть у нас добро, есть у нас зло, про их взаимодействие, про их историю взаимоотношений, в общем-то здесь и рассказывается на протяжении шести частей, но при этом же вся новелла, вся история потрясающе сложная, многосоставная, многогранная. Ее хочется разбирать, рассказывая про флэшбеки, рассказывая про легендарную часть, рассказывая про божественную составляющую, именно про лор этого мира. Но в итоге мы получаем невероятно эмоциональный сплав из динамичного сюжета, из потрясающих персонажей, из второстепенных побочных линий, из нелинейного именно построения сюжета, когда ты не понимаешь, куда автор тебя дальше кинет, расскажет тебе что-то из прошлого, или мы будем находиться вот в настоящем. В общем, это было просто потрясающе. И начать мне, конечно же, хочется с простого, с базового. Давайте разберемся с персонажами. Есть у нас селянь, это наследный принц, который уже дважды возносился, то есть становился божеством, но у него никак не выходит исполнять достойно свои божественные обязанности. И дело вообще не в том, что исполняет он их из рук вон плохо. Дело в том, что он, наоборот, слишком эмпатичен, слишком альтруистичен для божества, и заслужил он себе по итогу репутацию мусорного бога, божества вообще недостойного, люди там и вообще его не почитают. То есть это божество, но оно совершенно неприкаянное, и у него, по сути, вот последняя попытка, последняя возможность в этом пантеоне богов, в этом мире закрепиться. Но селянь, у меня, простите, сейчас период Достоевского, в моей голове это просто князь Мышкин. То есть вот он без страха и упрека, это абсолютное олицетворение добра. И вот как Достоевскому Мышкина удалось сделать нескучным, точно так же и Масян Тун Цю удалось сделать селяне нескучным. То есть ты понимаешь, что он хороший, ты понимаешь, что он там где-то наивный, но тебе не слишком сладко, и не слишком вот приторно это читать. Скорее наоборот, вот наблюдая за этим персонажем, наблюдая за его поступками, его вот просто жертвенностью и самоотдачей, ты невольно подпитываешься вот этой частичкой добра. И возможно, это звучит сейчас очень пафосно и там как-то возвышенно, но читая книгу, ты действительно эмоционально заряжаешься, ты получаешь вот эти трогающие тебя эмоции, и тебе хочется, чтобы у него все было хорошо. Вот я когда историю Селяни узнавала и чем дальше с ним знакомилась, там про его прошлое узнавала, про его ошибки, про в целом его историю, мне хотелось его вот просто обнять, по головке погладить, и пусть у тебя все будет хорошо. Ты настолько добрый персонаж, ты столько добра и света людям пытаешься принести, они этого не ценят и не замечают, что действительно персонаж вот олицетворения всего хорошего. И, конечно же, есть персонаж и его полная противоположность. Это Хуачен. Конечно, у него множество имен, как и вот у абсолютно такого классического проявления зла, причем не только множество имен, он еще и многолик, многолик, многогранен. И изначально Хуачен это такой прям бэтбой, то есть это тот самый плохиш, который появляется на страницах, такой вот огонечек вспыхивает. И еще одну параллель проведу, если читали Благие знамения Геймана и Пратчета, вот Кроули и Азерафаил это абсолютно такое же архетипичное разложение добра и зла, вот просто классическое. Масян Тунсю использует то же самое, но вот как ей удалось дать дополнительных характеров, дополнительных граней в характерах, дать предисторию их взаимоотношений и вообще развитие их линии, вот это было просто потрясающе. То есть это не два персонажа, которые ходят и бродят из угла в угол, там как-то разговаривают, какие-то ситуации у них случаются и просто вот мы течем по этой реке происшествий. Это действительно полноценная легендарная составляющая, которая включает в себя и прошлое, то есть как они познакомились, как они через столетия проносили, вернее один из них проносил историю этого знакомства, какие на самом деле эмоции они испытывают друг к другу и как вообще добро может взаимодействовать со злом. То есть концептуально это именно про то, но эмоционально, я буду прям перебирать книги, настолько они красивые, настолько они приятно лежат в руках, эмоционально эта книга гораздо больше. Для меня эта новелла стала не просто историей любви в азиатском антураже, эта книга буквально сеанс психотерапии, вот к концу прочтения шестого тома у тебя такое чувство внутренней перезагрузки, облегчения, вот просто эмоционального перерождения от того, сколько ты пережил и что тебя ждет в конце. То есть это было по-настоящему потрясающе. И если не выдавать основные сюжетные повороты, если не выдавать основные мысли, это история о принятии, о том, как важно найти человека, существо, о том, как важно найти родственную душу, которая принимает тебя и в праздничных сияющих одеждах, и лежащего в грязи. То есть видит тебя не за твою внешнюю оболочку, а видит действительно каков ты изнутри, видит твои поступки, видит душу твою. И вот я сейчас говорю, меня прям это настолько трогает, и я себя всегда считала таким матерым читателем, особенно в плане фэнтези, что меня очень сложно чем-то растрогать эмоционально. Но как повествует Масян Тунсю, сколько она отсыпает горести, неприятностей, бед и обид на пути своих героев, и как они через это проходят, и кем они становятся через это проходя, это действительно как будто закаляет и тебя. И вот подытоживая все свои эмоции после прочтения, мне хочется назвать вам несколько пунктов, за которые стоит зацепиться, и за которые стоит хотя бы попробовать еще раз начать это читать. Во-первых, интересная структура истории, то есть это нелинейное путешествие из точки А в точку Б, хотя они тоже бывают очень крутыми, но в данном случае мы знакомимся с персонажами в одной точке, мы узнаем их прошлое за столетия до их новой встречи, мы узнаем истории их перерождения, их ипостаси, мы узнаем истории этого мира, мы знакомимся конечно же во-вторых с интересным лором, то есть здесь я не скажу, что Масян Тунсю слишком заморачивалась вот именно со структурой устройства богов, тот же самый процесс вознесения, я не могу сказать, что он по пунктам как-то прописан, но это в данном случае дает вот такой налет легендарности, то есть как будто ты читаешь прекрасную, но она по сути этим и является прекрасную невероятную легенду, где есть какие-то допущения, но ты их вообще готов закрыть на них глаза, простить автору, просто так в мире происходит, в-третьих, конечно же, персонажи, как я и сказала, Селянь и Хуачен олицетворение изначально вроде как добра и зла, но они такие многогранные, эти добро и зло, они так потрясающе интересно взаимодействуют и между ними так красиво развивающаяся история, вот буквально на кончиках пальцев, вот только в дарамах, только вот именно в азиатской литературе я такое и встречаю, когда там нет какого-то прямого телесного контакта с первой же страницы, там первого же тома, но это такая рассказанная сказка о любви, что сердце твое трепещет, душа твоя замирает, и ты находишься вот в этом состоянии эмоционального погружения в историю. В-четвертых, конечно же, благословения небожителей невероятно расширяют читательские горизонты, то есть я до знакомства с этой новеллой не встречала ничего подобного. Я читала сказки, я читала фэнтези тоже разных стран и этническая фэнтези, но вот так, чтобы было все скроено в одном месте от структуры до персонажей, до вкрапления других историй и красивые метафоры и общий стиль повествования и да, у меня были где-то в переводе ну даже не шероховатости, но я видела использование там слишком современных, как мне казалось, словечек, и я думаю, что в оригинале там или может в фанатском переводе я не знакомилась с ним, может этого и нет, но общего впечатления от прочтения это совершенно не портило. И наконец, в пятых, если вы меня слушаете, все мои восторги и думаете, боже мой, эта история о двух странных мужиках в женских одеждах, у которых там еще какие-то взаимоотношения, я точно не буду это читать, к этому стоит попробовать относиться, как допустим к греческой мифологии или к египетской мифологии, где тоже куча может быть всяких допущений, куча всего странного и взаимоотношения там вообще нелинейные, так что если вы, вас смущает эта составляющая, так что стоит обязательно попробовать познакомиться с этой историей, ориентируясь именно на ее легендарную прекрасную сюжетную составляющую. Благословение Небожителей стало для меня настоящей читательской отдушиной и той книжной серией, которой я возвращалась на протяжении почти двух лет, наверное, даже больше, чем два года я ее читала и каждый раз беря новый том я, во-первых, не знала чего ожидать, в какие еще эмоциональные качели и в какие еще просто вот горки на эмоциях меня автор забросит и заканчивая чтение каждого тома я думала, пожалуйста, скорее бы продолжение истории мне обязательно хочется продолжить свое знакомство с персонажами мне хочется узнать всю их обширную сложную и невероятную историю целиком я очень вам советую попробовать читать эту книжную серию возможно вы для себя откроете тоже целый жанр в литературе ну а я дальше перехожу к нескольким прочитанным книгам они здесь сразу предупрежу и от русских авторов просто в азиатском сеттинге но если вы ищете чтобы мне такого почитать в основном даже из новинок прямо сейчас то мои советы специально для вас во-первых моя любовь последних месяцев даже последних недель это амаранты я сейчас прочитала второй том в прочитанном буду про него подробнее рассказывать и вот здесь снова когда я брала книгу в руки я знала что это история о том как есть некая раса амарантов полузверей полулюдей здесь конкретно главный герой частично лис и что главный герой представитель этой необычной расы поклялся служить одному роду одному дому и вынуждена переходя из рук в руки от хозяйки к хозяйке наконец-то он встречает молодую хозяйку неопытную которая не очень понимает что с ним делать и у него вроде как появляется шанс освободиться я рассчитывала получить здесь такую милую ну почти драму чтобы были нежные взаимоотношения вот эти тоже прикосновения там на кончиках пальцев но в итоге я получила такую тоже серьезную глубокую эмоциональную составляющую которая колеблется от взаимоотношений двух разных людей один из которых причем еще и в зависимом состоянии и до того как человечество в целом враждебно относится к чему-то непонятному к чему-то что очевидно сильнее там и физически и ментально и как и что с этим делать и как человечеству в целом и конкретно взятому конкретно взятой личности можно над этим поработать второй том меня нисколько не разочаровал и вся эта вселенная амарантов становится только интереснее если вас с первого взгляда обложки не увлекли и не заинтересовали тоже обращаю внимание что это не просто проходной какой-то вот романчик следующая история которая мне тоже понравилась и которую я могу советовать это когда отцветает камелия Александра Альва и здесь самым классным будет сделать акцент на названии не когда отцветет камелия а когда отцветает то есть это продолжение действия это действие происходящее в текущем моменте и вот вся эта книга похожа на такой акт созерцания созерцания отцветающего цветка медленно падающего лепестка вот все в лучших азиатских традициях замечать красоту момента даже если это момент умирания увядания отцветания и для меня эта книга я читала ее в конце весны была похожа вот на такую паузу я ее и советовала для долгих таких томных жарких дней когда ничего не хочется когда хочется просто погрузиться в историю как по таким прохладным волнам плыть постепенно погружаясь в сюжет изначально здесь у нас история о девушке которая приезжает из большого мегаполиса в свой небольшой городок почти деревушку отправляется там в местный храм чтобы напитаться вдохновением и в итоге она знакомится с обитателем этого храма и естественно оказывается что ее судьба ее личность в сегодняшнем моменте далеко не так проста как могло показаться изначально это история о девушке с большим даром это история о существе с большим проклятием это конечно же история о невероятной любви и конечно же о перерождении я вообще поняла что вот именно в азиатском сеттинге мне очень нравятся истории про перерождение про родство душ про какие-то действительно легендарные сюжеты и мотивы все это погружает тебя в невероятную эстетику в невероятной истории и после прочтения тебе вот просто хочется восседать созерцая мир вокруг вот на такой лад настраивает эта книга на несколько иной лад но тоже легендарный и тоже кстати связанный с перерождением настраивают и цветы пиона пиона на снегу уже есть и вторая часть и третьей части я пока не добралась но обязательно это сделаю и цветы пиона на снегу не стали моей любовью с первой страницы я смогла их оценить только вот после вкусе после прочтения причем спустя несколько месяцев потому что эта книга не только о перерождении она о втором шансе и о третьем и о четвертом здесь главный герой перерождается каждый раз в новом теле но он сохраняет свои воспоминания и он каждый раз проживает одну и ту же судьбу он теряет близкого человека он совершает определенный ряд поступков которые приводят его к плачевной финальной точке и вот однажды он перерождается в теле своего врага то есть очевидно что-то в истории пошло не по плану что-то в его проклятии пошло не по плану и наконец-то у него есть вот этот самый шанс переломить судьбу что он с ним делает использует ли он этот шанс книгой рассказывает она тоже довольно плавная она вот в соответствии со своей обложкой тоже настраивающая на акт созерцания а вот следующие две книги я специально оставила их под конец потому что это необычные советы первый из них вообще от русских авторов это Канашибари и я не раз уже рассказывала про эту историю что мне она очень понравилась и я читала ее еще когда она существовала в рукописи но действительно завязка всего сюжета это только первый том попала вот во все что я хотела от классного развлекательного фэнтези в азиатском сеттинге сеттинг на месте классный слог на месте две героини которые изначально попадают в мир который вроде на наш и похож но очевидно что он альтернативный вернее очевидно что он наполнен мифологией опасными играми присутствуют игры на выживание присутствуют структура повествования которая общая и плавная но вместе с тем она состоит из отдельных кайданов из отдельных испытаний из отдельных историй тоже присутствует читалась невероятно легко оставила потрясающее тоже послевкусие так что я уже на протяжении полугодия во многих подборках вам эту книгу советую и наконец финальный мой совет который про который мы подробнее поговорим в следующем прочитанном это брендан сандерсон и его взгляд на азиатское фэнтези действительно здесь сандерсон использует в первую очередь сеттинг если проводить киношные аналогии вот есть дорамы которые допустим снимают в корее это такие аутентичные произведения а есть там шан-чи и как он назывался демон семи колец или что-то такое проклятие семи колец то есть это американская подделка которая использует сеттинг мне не хочется принижать талант брендана сандерсона но действительно его произведение очень отличается даже от русских авторов которые творят вот в этом же сеттинге то есть сандерсон создает свою уникальную вселенную да здесь есть потрясающая вот эта легендарная составляющая да здесь есть плавность сюжета да даже в отличие от всех его произведений здесь несколько иная структура здесь совершенно другой подход к самой истории но все же брендан сандерсон это вот произведение которое стоит особняком это кстати однотомник я успела его дочитать и если вам хочется историю о двух противоположностях парня и девушки которые живут в разных мирах их жизни абсолютно разные она медитативная созерцающая плавная он настоящий укротитель кошмаров и жизнь его далеко не сахар как они связаны как они переплетаются и вот об этом именно переплетении судеб сандерсон и рассказывает чуть подробнее про персонажей и про саму в общем-то завязку сюжета которая здесь происходит после 50-й страницы я вам расскажу в прочитанном и друзья я жду ваших советов мой такой эмоциональный полуподкаст полуотзыв заканчивается ну а мы с вами увидимся в следующий раз как раз в прочитанном пока